Всем привет, меня зовут Даша Кей, и сегодня я вам покажу, из чего состоит мой туалетный столик, за которым я могу собраться на любую вечеринку, в принципе, как он выглядит, как я все обустроила. Я хотела выдержать какой-то интерьер 60-х, хотя я понимаю, что это полная эклектика. Все-таки, надеюсь, вам понравится мое видео, так что давайте начинать. Я бы устраивала эту квартиру сама, она была полностью пустая, это съемная квартира. Для меня важно было, чтобы я могла создать интерьер своими руками, если нужно прибить какой-то гвоздик и повесить на него рамку, картину, либо цветок. Я очень вдохновляюсь сайтом Ларидуд. Этот интернет-магазин сотрудничает с блогерами, и поэтому они мне предоставили скидку для подписчиков. Она будет плюсоваться к общим скидкам, которые уже есть на сайте, по моему промокоду. Промокод Кей. Ссылку на него я оставлю под видео. Даже если вы просто хотите вдохновиться, то можно полистать этот сайт, дождаться скидок или использовать мой промокод, и купить какую-нибудь интересную штучку себе в интерьер. Я люблю очень странные вещи. Например, это медуза в стекле или в эпоксидной смоле. Скоро уже будет 8 лет, как я смотрю YouTube, и я всегда мечтала о своей бьюти-комнате, и тем более о своем бьюти-столике. И такое место у меня появилось. Нереальный белый столик с косметикой. Сейчас я расскажу, что в нем лежит и как я это использую. У меня реально бьюти-уголок, потому что вся мебель и косметика стоит углом. Как будто бы в домике из косметики, и до каждой вещи можно дотянуться рукой. На окнах чаще всего декор или та косметика, которая не портится. Почти каждое утро на этом розовом ретро-стуле я собираю свои утренние рубрики Get Ready With Me в stories в Instagram. Это тот самый случай, когда гвоздик я сбивала сама, и висит он почти незаметно. Это аллоказия, которая стоит вот в таком вот горшочке цвета Тиффани. Круглое деревянное зеркало. Она как раз-таки и придает стиль 60-х всему интерьеру. Степа на самом деле часто гость на этом стуле. Чтобы было мягче сидеть, я добавляю вот такую вот хлопковую подушку. Это текстиль тоже с Лориду. Подобные в ретро-стиле у меня лежат на диване и на розовом бархатном кресле. Ящики достаточно вместительные. Сюда, например, входит мини-коллекция палеток. Такие как The Beauty, старенькая Lime Crime Venus, Off-Tropic NYX, Venus третья. Мне тут нравятся все оттенки, хоть я их и редко использую. Они очень круто смотрятся на светлой коже. Еще одна малышка Lime Crime Flashes и палетка слева из H&M. Я ее очень хвалила в видео про H&M. Это палетка для лица Наташи Денона. Она нереально красивая, и кремовые тени отделены закрывашкой. Любимые продукты, видно издалека. Очень крутая палетка с AliExpress Focalure. Вот такие вот у нее тоже ягодные оттенки. Куда я без палеточек Beauty Boom? По дизайну крутая палетка с покрасом и лампасом. Но на самом деле внутри там классическая палетка MAC. Это просто очень красивая палетка Event Sabo, которой я так, наверное, и не пользовалась ни разу. Но если у меня лежат палетки Наташи Денона, то к Event Sabo я как-то пойду в последнюю очередь. А единственный минус с этих палеточек, что они у меня вылетают и быстро бьются. Надо ее починить, просто залить спиртом и придавить. Затесалась палетка хайлайтеров от Pixi by Petra. Бронзор за Бальм, очень красивого оттенка. Эти, кстати, продукты из первого ящика. Сейчас их переложу. В верхнем ящике у меня все для лица. Вот, теперь все на месте. Здесь продукты, которыми я чаще всего пользуюсь. Здесь консилеры Armania, Laura Mercier, кремовый корректор от Kiko. Два консилера Maybelline. Один темный, другой светлый, также для коррекции. Слева помады. Лашес в оттенке Choco Milk. Хайлайтер, который я использую как база от Lumina. Что буду использовать, у меня тут лежит палетка Vera Beauty. Очень красивая палетка хайлайтеров от Lime Crime. Бухая корректирующая пудра от Romano Makeup. Хайлайтер, который я использую реже, это Fenty Beauty. Упаковка красивая, но он обычный. Срава вообще похожа больше на тени, а не на хайлайтер. Румянами я почти не пользуюсь, поэтому у меня тут такой разброс. Одни румяна от Lamelle, оттенок которых мне очень подошел. Румяна от Offord. Мне нравится верхний вот этот вот оттенок. Покупала на Second Beauty в Диорге. Это хайлайтер от Jeffree Star. Сделаю, наверное, сводчи помад, которые у меня тут лежат. Это Choco Milk. Видно, что заюзанный. Очень крутой стик от Waxx. Gigi. Маковская помада Coffee. Когда растушевывается, очень классно. Freaking Pen. Еще не пользовалась. Положила, чтобы использовать. Хайлайтер, который мне очень понравился с iHerb. Поэтому положила его сюда. Народная основа. Это вообще крем. Народная основа от легкого покрытия к плотному. Часто использую Fenty Beauty, если нужно прям сделать кукольное лицо. Кстати, еще вот такие вот у меня с румяно-жидкие у этого маска. Их можно использовать даже как помаду для нут. И следующий отсек это уходовая косметика. Даже окрашивание бровей я тут разместила. Потому что я могу комфортно разместиться перед зеркалом. Сделать себе долговременную укладку. Либо покрасить брови. Все это выглядит не очень красиво. Но зато очень действенно. В последнее время я использую вот такую вот краску Levi's Sim. Оттенок 7.7, который мне подарила еще Даша Абрамовская. Стаканчики, в которых я это все делаю. Специальная бровная кисточка. Передвигаемся левее. И здесь у меня крема и маски. Это, кстати, очень легкая, нелипкая защита от солнца. Есть еще вот такая от Cosrx с алоэ. Ленинг для лица Glam Glow Booster. Go in bed. Но на самом деле он просто плотненький. Масочка от Glam Glow, которая отрывается пленочкой. Внутри у меня спрятаны патчи. В этом ящике у меня все для губ, для бровей и глаз. Внутри у меня два пластиковых бокса, которые идеально подошли по размерам этого ящика, потому что ящик стандартный. Помимо карандашей для губ, тут еще есть помады-стики. Наверное, из любимых это карандаш 103 Viven Sabo, Lime Crime Taupost, Chic Florence, Just 303, ну и Chic Garda, конечно. Вот такие вот помадки. Есть какие-то пудры, которые я больше тестирую. Карандашик Ultra Slim от Maybelline, база под тени от Urban Decay, маркет для бровей, который я иногда использую для веснушек, база под глиттер от NYX и различные прозрачные гели для бровей. Единственное из непрозрачных это Grow Scalp. Передвигаемся дальше, тут небольшой отдел с ресницами, чаще всего это модель Дарья, либо модель Лиза. Две туши, стараюсь использовать открытые. Тени, которые тоже использую на каждый день, просто талповые. Розовое золото от Ofor, полупрозрачный Hitten Karma от Stila и бюджетный эстрад, стенки светлые. Возле основного бьюти-столика у меня еще есть вот такой прикотной, матовый, черный, металлический. На него я могу либо перекладывать ненужные мне вещи со столика, либо тут лежат дополнительные диски. Бронзовые коробочки под расходники я заказывала тоже на Ларедут. Ватных дисков мало не бывает. Эту красивую баночку я приспособила под бумажные салфетки. Когда я беру одну, достается автоматически вторая. Точно так же работают они и в картонных коробках, но я переложила в стеклянную. Так смотрится намного симпатичнее. Органайзер, который я долго искала, это вот такой вот стеклянный. В него я положила одноразовые щеточки, одноразовые аппликаторы для губ. И то, что должно быть почти стерильным до использования, это спонжем. Дополнительно есть ватные диски, фиксаторы для макияжа, опять салфетки для очищения кистей. Это обычная мусорка, туда я просто положила салфановый пакетик. Сам комод полукруглый, сохраняя ретро-мотивы. И на верхней панели я пообещала соблюдать минимализм и держать только утонченные вещи, чтобы не терять общий вид и стиль столика. На столе у меня стоит вот такая вот красивая тарелочка, в которой я складываю свои украшения. Мои любимые духи молекулы. Туфлиник под глаза. Лоранц Брайт Плюс. Спрей как вуаль. Сыворотка, которую очень люблю от Estee Lauder ночная. И масло от NYX. Такой вот стаканчик под кисточки, тоже слоредут. Тут кисточки от Геворга и все остальные. Сразу видно, что я люблю делать яркий макияж. Некоторые кисти просто пигментированные, некоторые нужно помыть. После того, как закончится свечка, стаканчик я и люблю использовать повторно. Например, под кисточки. Дальше идет у меня вот такой вот огромный комод, на котором лежат остатки косметики. Снизу большие коробки. Дальше идет отдел для волос. Спрей, лаки, блески для волос, краска для волос. Здесь у меня полароиды и переводные татуировки. Дальше идет продолжение палеток. Я посмотрела, как выложила их Наталина и решила, чтобы все палетки были на виду. Тоже их разложить подобным образом. У меня получилось чуть менее красиво, но зато я их всех вижу. Спарклс и прочие блестки. Следующий верхний ящик. Остаточки кистей. Небольшой отсек для тела. Это автозагар. Масло, масло с SPF и крем для тела. Палитра, чтобы было удобно взять. Карандаши для глаз. Это база под макияж. Сыворотки. Либо масла. Следующий отсек мне нравится больше всего. Это тональные крема. Тут еще голое мужское тело затесалось. Они у меня стоят хоть по какому-то порядку. И меня это радует, конечно. Наверху у меня даже техника. Allroid, объективы, шнуры всякие, кабели. И сверху полочка небольшая для книг. Еще один очень вместительный пластиковый бокс, который не вместился вот в общий шкаф. Мне пришлось поставить его на комод. В этом пластиковом комоде лежат еще тени. Блестящие подводки, Urban Decay, Chupa Chups. Дальше идут матовые помады. Матовые помады я люблю, как вы видите. Большинство тут Lime Crime. Но есть не менее крутые помады Kat Von D и L.A. Splash. В глубине там есть MAC. Даже есть помадки Golden Rose. Мне нравится еще эта помадка от H&M. Следующий отсек это бальзамы. Не вошедшие кремовые помады, тинты для губ и блестки именно с блестками. Начались такие микроотсеки. В нем у меня тени в стике, блески. Оказалось, что блестков у меня больше даже, чем мадовых помад. Я не знаю, как это получилось, но я действительно очень люблю блестки. И вот вся моя коллекция блесков. Это не совсем блеск от Nars. Это такая полуматовая муссовая текстура. Очень нравятся блески от Сережи Наумова, Beauty Bomb, прозрачные блески, новая коллекция от Beauty Bomb. Классные блески от Buxom, которые немного мятные. Та-да-да-да-дам! Крыгина косметикс. Очень крутой вышел новый оттенок Dusty Rose. Также муссовые текстуры All Beauty и матовые помады. Я оставила только те, которые мне нужны. Я оставила такие ходовые классные оттенки, как Velvet Teddy. В самом комоде в первом ящике у меня маски и какие-то блестки там, метанулка. Во втором ящике все для бровей и справа под водочки. Следующий отдел – это все тональные основы в тубе. Справа прессованные рассыпчатые пудры. Следующий отсек – это хайлайтеры, жидкие и сухие. Следующий – это румяшки. Следующий большой отсек – это консилеры. Оставшиеся, кстати, тут есть даже хорошие и любимые консилеры. Просто я ими сейчас не пользуюсь. И, конечно же, туши для глаз. Почему я говорю, что я пользуюсь тушей, которая открыла и допользовала? Я не люблю открывать сразу же много туши. И вообще, в принципе, не люблю открывать все продукты. Следующий ящик мне тоже нравится, как организован. Это ресницы и спонжи. Спонжи также лежат у меня в закрытом ящике, хоть они тут и грязненькие. На самом деле, это тональная основа, которая уже просто не отмывается. Есть одноразовые палетки и ресницы пучковые. Рядом тут стоит цветок. Он стоит вот в такой вот корзинке. А по соседству в кашпо на ножках стоит фикус лерата. Такого же цвета, как и над столиком. Быстро придать уюта комнате, конечно же, помогут растения. Я люблю уделять внимание мелочам, хоть иногда и не вижу общей картины. Так что, если у вас есть идеи, что куда переставить, то обязательно пишите об этом в комментарии. Такое вот видео у меня получилось. С вами была Даша Кей. До скорых встреч. Пока-пока. Увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok